Всем привет! Здесь я хочу представить несколько способов возможного решения проблемы, когда ноутбук внезапно перезагружается или выключается во время работы. Достаточно банальной причиной может быть перегрев. Установить его можно, посмотрев температуру процессора, например, с помощью программы AIDA. Если температура поднимается выше 70 градусов без нагрузки, то на мой взгляд лэптоп стоит разобрать, почистить систему охлаждения и обновить термопасту. В моем случае температура процессора составляет порядка 52 градусов Цельсия. Также при наличии термопрокладок, особенно очень старых или тех, которые рассыпаются при прикосновении, их следует заменить. Если такое решение не помогло или температура находится в норме, переходим к следующему способу. Как вариант, можно попробовать понизить мощность процессора. Для этого на рабочем столе нажимаю пуск, затем панель управления. Здесь открываю системы и безопасность. Далее электропитание. Тут переместившись в данные настройки выбираю дополнительные параметры. Из приведенного списка находим управление питанием процессора, а в нем выбираем максимальное состояние. И здесь я уже понизил значение до 75% при работе от сети. Также занижаю значение при работе от батареи. Конечно, выставить можно порядка 90%, но в текущей ситуации этого было недостаточно. Сохранив сделанные изменения, с помощью программы AIDA запускаю тест стабильности системы. Проработав так непродолжительное время, каких-либо сбоев обнаружено не было. Но при следующем включении лэптопа он вновь начал перезагружаться, хотя и не так часто. Причина, из-за которой может происходить самопроизвольное выключение или перезагрузка, может быть также связана с неисправностью источника питания. Поэтому, установив какое напряжение он должен выдавать, посмотрев на имеющуюся на нем этикетку, с помощью мультиметра выполняю замер. На выходящем разъеме плюс всегда находится внутри, а минус снаружи. Как можем видеть, выдаваемое напряжение составляет 19,65 вольт, что на 3% больше штатного. Но в целом это значение находится в норме. Чтобы полностью убедиться в отсутствии влияния блока питания на указанную причину, я воспользуюсь подобным абсолютно исправным источником. Запитав от него ноутбук и собственно включив, далее войдя в AIDA, чтобы выполнить тест, он снова внезапно ребутнулся. Порой проблема может быть связана с аккумулятором, в частности из-за неисправности его контроллера или отсутствия возможности работать автономно. В таком случае, если нет затруднений в его извлечении, то можно проверить лаптоп без батареи. У меня такое решение вновь не увенчалось успехом. Поэтому перейдем к рассмотрению следующего способа, где причиной может быть жесткий диск. Так, при условии, если он переполнен, то это может привести к самопроизвольному перезапуску. И почистив его от излишек хранящейся информации, проблему возможно удастся решить. Также следует проверить хардач на ошибки, что можно сделать, например, воспользовавшись программой CrystalDiskInfo. Здесь можем видеть, что установлен новенький накопитель, проработавший всего 8 часов. Еще одним способом решения может быть замена конденсатора Nektoken, что порой является типичной проблемой для ряда ноутбуков. Особенно для представленной модели. В таком случае, лэптоп придется разобрать и извлечь из него материнскую плату. Затем, сняв данный элемент, выполняющий роль как пассивного охлаждения, так и защиты, можем наблюдать кондерчик. Для его демонтажа сначала прогреваю пластиковую крышку и отковырнув ее лезвием ножа, оставшуюся часть я отпаял. Далее, контактом на плате, у которых с внешней стороны находится плюс, а с внутренней минус, я буду припаивать 4 танталовых конденсатора емкостью 330 мкФ на 2,5 В. В результате у меня это получилось данным образом. Собрав ноутбук, остается запустить и проверить. Как видим, он включился и загружается далее. Спустя пару дней работы, к сожалению, он стал выключаться и порой при питании от источника не подавал признаков жизни. В связи с этим, рассмотрим еще один способ, где в очередной раз пришлось разобрать лэптоп. Затем, с помощью фена, в качестве диагностики, прежде сняв защитную наклейку с чипа, я прогрел его в течение 1 минуты. Далее, вновь собрав ноутбук и протестировав порядка 1 часа, убедился в его работе. Исходя из этого, становится ясно, что чип следует заменить. Но меня попросили сменить материнскую плату целиком, которая пришла в течение месяца достаточно хорошо упакованной и с процессором в качестве бонуса. А именно двухъядерным Intel Pentium с частотой 2,1 ГГц. В целом, остается выполнить замену мамке. Но тут встала дилемма, какой поставить проц, со старой платы или новой. Так как ранее стоял Intel Core 2D с меньшей частотой, составляющей 2 ГГц, но чуть большим кэшем. В результате анализа тестов их производительности, каждый из них был чем-то хорош и чем-то не очень относительно друг друга. Поэтому я решил оставить процессор, который шел с материнской платой. К тому же, по году изготовления он немного свежее. Наконец, сменив плату, запитываю ноутбук от источника и включаю. Как можно видеть, он запустился. И после загрузки операционной системы, я решил провести небольшую ревизию. Проверив сетевую карту, Wi-Fi адаптер, USB порты, выход на наушники и CD-DVD-ROM. В результате, все указанные элементы оказались исправными. Также хочу отметить, что для каждого ноутбука решение внезапной перезагрузки или выключения может быть индивидуально. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.